Более 60 солдат и офицеров вооруженных сил Украины сложили оружие, сдались силам ополчения, которые находятся непосредственно в Дебальцеве. Наша съемочная группа была в восточном микрорайоне этого города. Действительно, 80% населенного пункта контролируют вооруженные силы Луганской и Донецкой народных республик. И вот мы стали свидетелями того, как украинские силовики сдались в плен. Действительно, более 60 человек. Пока неизвестно, из каких подразделений эти военнослужащие. Уже в ближайшее время это будут выяснять сотрудники службы безопасности Донецкой и Луганской народных республик. Но нам удалось поговорить с военно-пленными. Я мобилизованный, как и все остальные. Вы дернулись с работы так же самое, как и всех остальных. Никаких контрактов, ничего не заключал. Где находились? Вы знали, что окружение было? Многие из тех пленок, с которыми мы сегодня говорили, это мобилизованные военнослужащие. Буквально несколько месяцев назад они еще были, что называется, гражданскими. Последние недели находились в Дебальцевском котле. Заехали туда до полного тактического окружения, которое было организовано вооруженными силами Луганской и Донецкой народных республик. Ситуация в городе по-прежнему крайне напряженная, несмотря на объявленный режим прекращения огня. Здесь был хороший укрепрайон украинского батальона. Его обошли. Обошли с флангов, взяли в кольцо. Прорваться ихним частям сюда не получилось. Им было предложено сдаться в плен. Вчера проходили переговоры. В плен они сдаваться не захотели. Их ввело в заблуждение. Их не командование, что их спасать будут. На самом деле никто их не спасал. Сегодня в результате боевых действий они были вынуждены смириться с фактом поражения. И все-таки приняли правильное решение. Оставшиеся силы и средства людские пришли сдаваться в плен. Если говорить о тяжелом вооружении, то украинские военные насыщали дебальцевский плацдарм и артиллерией, реактивными системами залпового огня последние несколько месяцев. После того, как котел был замкнут и многотысячная группировка украинских военных оказалась в окружении к Светлодарску, украинские силовики перебросили дополнительные реактивные артиллерийские дивизионы. В частности, реактивные системы залпового огня «Град-Ураган», которые бьют по позициям ополчения в эти дни. Они расположены в Светлодарске по другую сторону линии противостояния. Там же находится дальнобойная артиллерия, 152-мм артиллерийские установки, 120-мм самоходные артиллерийские установки. Активно используют украинские военные минометы. В частности, по позициям ополчения в Дебальцево бьют из 82-х и 120-мм минометов. Я напомню, силы ополчения заявляли о том, что если украинские военные попытаются с боем выйти из окружения, то будут встречены огнем. Так и происходит. Стреляют и ополченцы по украинским военнослужащим. Поэтому, несмотря на режим прекращения огня, интенсивность артиллерийского огня, она такая же высокая, как была до начала перемирия.